Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Ну, хочется о счастье все-таки поговорить. Специальные исследования показывают, что люди чувствуют себя счастливыми, когда в стране высокий средний уровень доходов, низкий уровень безработицы, значительная экономическая свобода, относительно открытый рынок рабочей силы и так далее, и так далее. В то же время щедрые выплаты по социальным пособиям, низкий уровень неравенства, ощущение счастья не способствует. Тут же они себе противоречат, говорят, что в Норвегии самый высокий уровень самоубийства и так далее. То есть тут действительно какой-то клубок существует. Счастье определяет продолжительность жизни, образование, чтобы было доступно, чтобы соотношение внутреннего валового продукта на нужное население, покупательские способности были и так далее. Все-таки пытаются очень внешне все время определить, что такое счастье. А человек несчастлив. Счастье, в принципе, это связь. С вечностью, с целью, которую ты постигаешь, и все время она удаляется, а ты к ней устремляешься. Устремление к вечной цели и ее постепенное постижение. Но это бесконечный процесс. Но вкус какой-то есть. Вот это да. Вот это ощущение называется счастьем. Вот вы сейчас очень интересно сказали. Ты его постигаешь, оно удаляется, уходит. И еще дальше, и еще дальше. В момент вот первого постижения вкус этот есть? Да, конечно. Эти состояния называются сладостными страданиями любви. То есть в этом ощущении существует страдание, и существует любовь, и вместе они и создают это ощущение счастья. Вот когда стремились друг к другу много лет, страдали, шли навстречу, мечтали, и теперь встретились. Вот эта вот встреча, когда соединяются все вместе страдания прошлые, порывы к тому, чтобы сблизиться и ощутить друг друга. И соединение от сегодняшнего, допустим, от настоящего объединения, слияния. Вот эти две противоположные величины, насколько они будут все время увеличиваться и поддерживать друг друга, они будут создавать в человека ощущение счастья. Поэтому не может быть счастья без несчастья. И несчастье должно обязательно приводить к счастью. Поэтому и называется страдание любви. Что нет ощущения любви, если не предшествовало ему ощущение устремления, страдания, нехватки и так далее. Потому что эти желания образуются именно в поиске, в движении к этому любимому состоянию. И эти желания, они и образуют условия, так называемый сосуд, для ощущения счастья. А когда я достаю это счастье и наполняюсь, то мое ощущение счастья очень быстро проходит. И мне надо сразу же возобновлять снова ощущение отдаления некоторого. Даже если я остаюсь вместе с любимым якобы физически, я должен все равно быстро-быстро задумываться над тем, как бы вооружиться большими желаниями к нему, большими стремлениями, хотя он и рядом. И тогда мне покажется, что он уже не рядом, и не такой уж он рядом и так далее. И снова я буду устремляться к нему. То есть мы должны понимать, что ощущение счастья возможно только в средней линии, между левой и правой. Где левая линия – это постоянное раскрытие устремления, желания, пустоты. А правая линия – это постоянное раскрытие, соответственно, с этим связи, любви, наполнения. И вот средняя линия, она и дает постоянную такую связь между постоянным ростом желания и постоянным его наполнением. И тогда человек ощущает себя в состоянии вечности и совершенства, не переходя из одного состояния в другое, не болтаясь между левой и правой линией, а существуя в них одновременно. То есть опустошение и наполнение происходят одновременно? Да. Уго! И это дает ощущение вечности и совершенства. Объяснение непростое? Объяснение этому мы не можем дать другого, потому что для этого надо в человеке развить такие инструменты, ощущения, которых у него на сегодняшний день еще нет. Этим и занимается наука Каббала. Понятно. Поэтому называется наука Каббала – наука о получении. Ну что же, будем стремиться к постижению вот этого счастья, потому что, как я понял от вас, счастья в этом мире нет. В этом мире, то есть в одном нашем эгоистическом желании счастья быть не может. В одном желании альтруистическом тоже счастья быть не может. Только на основании двух этих желаний, если между ними, мы включаем сопротивление. Минус, плюс и сопротивление между ними. Это наши усилия. И тогда на этом сопротивлении мы ощущаем постоянное счастье, вечную совершенную жизнь. Ну, одно желание мы уже как бы освоили, эгоистическое. Мы уже начинаем понимать… Нет, это еще не освоено, мы его можем осваивать только в соответствии с проявлением в нас альтруистического желания. То есть это совсем другой вид эгоизма мы начнем ощущать. То, что сейчас есть, человек ощущает, это не эгоизм. Нет, это не эгоизм. Это эгоизм маленького животного уровня. А мы должны начинать ощущать эгоизм на другом уровне. Эгоизм, который пожелает работать вместе со свойством отдачи и любви. Который поймет, что он должен действовать в соответствии с этим, как одна половинка из общей системы мира. То есть это тот момент, когда человечество уже направится к этому, по этому пути. Вот тогда и возникнет эгоизм тот, который нужен. Да. Спасибо. Спасибо.